Денис здесь на канале Уикенд Удена. У меня в деревне по центральной дороге проложено оптоволокно, но Ростелеком отказывается проводить от него провод. Говорят, что типа это незаконно, это волокно для школы и тому подобное. Ну, нет так нет, поэтому сегодня будем пробовать улучшать интернет 4G с помощью антенны усилителя ВИКО 27, максимальная мощность, поехали! Нашел по дороге до деревни пару высших мегафон, причем одна была довольно-таки близко, буквально в 2-3 километрах. Не знаю, почему я раньше не замечал, и сигнал по карте стал лучше. То есть, возможно, это какая-то новая вышка. Сейчас мы попьем немножко кофе, отдохнем и заедем, посмотрим на нее, есть ли она там или нет. Да, кайф! Прямо за моей спиной стоит вышка, ну, походу, мегафон, который раздает интернет, и она направлена, я примерно посмотрел прямо на торец моего дома, который выходит на дорогу, так что тарелку будем вешать в эту сторону. Круто! Очень долго я выбрал себе антенну, чтобы была максимальная мощность, и я нашел такую на Озоне, лучшая по отзывам, лучшее вообще, наверное, то, что есть, это антенна ВИКО 27 МИМО. Вот она идет в такой коробочке здоровенной. Сейчас посмотрим, что там внутри, и легко ли эту штуку собрать. В комплекте у нас идет вот такой вот усилитель-облучатель. Вот такие вот четыре сегмента, которые образуют вдруг набор кобелей, с помощью которых мы все это соединим в одну систему. Также идет набор креплений, с помощью которых все это собирается и крепится. Вот такой вот крепежный элемент, ну, слабенький, но какой есть, потом поставим какую-нибудь палку покажу. И также в комплекте шло три сим-карты, мегафон, билайн и МТС, которые я уже немножко заюзал, протестировал. Весь вот этот вот набор обошелся мне в 15 тысяч. Да, дороговато, но, надеюсь, это того стоит, и интернет у меня будет просто отличный. В домике немного холодно, я включил обогреватель. Стало чуть-чуть немножко теплее, но чтобы руки не замерзли. Все, начинаем быстрее собирать эту антенну. Первое, что бросается в глаза, это идут вот такие вот корявенькие какие-то ключи, инструменты, с помощью которых, ну, мне кажется, мы очень долго будем собирать это приспособление, поэтому будем использовать свой наборчик. И, кстати, вот такую вот дрель Митаба, вернее, шуруповерт я прикупил. Начнем с самого легкого, это соберем вот этот вот кружок по инструкции. Фу, ребята, собрал я эту вот тарелку круглую. Не сказать, что бы сложно, но стандартными инструментами с комплекта вы точно не справитесь. А из-за гроверов и не совсем длинных болтов очень тяжело закручивать все это в самом конце, поскольку пластины расходятся и приходится сжимать, места не хватает. В общем, самые сложные крепежи это на конце, а так все довольно-таки просто. Ну и такая вот клевая шляпа. Так, теперь по схеме закрепим вот эту вот вторую пластину, крепеж номер два. Так, все, перехожу на последнюю стадию, собрал вот это вот крепление. Ну, просто вот скрепил на три болта. И одно из тоже самых сложных, это вот эту вот железячку немного подсогнуть, чтобы она пролезла вот в эти отверстия. Вот, вот в эти. Они там совсем небольшие, я бы, возможно, если была даже какая-то дрель со сверлом, немножко и просверлил. Ну, в общем, кое-как удалось с ней эти болты натянуть. Сейчас закрепим. И вот это вот все, основная часть, железная антенна у нас собрана. Фух, все, более-менее собрал. Осталось прямо обошлить вот этот вот усилитель. И можно будет кто-нибудь на улицу попробовать крепить их к домику. Ну, все, крепление присобачил. Вроде держится хорошо, но как на креплении будет держаться эта антенна, что-то я не очень уверен, что прям офигенно. Но попробуем повесить как-нибудь. И уже настроим модемчик. И самое интересное, проверим скорость интернета до, после. В общем, все возможные варианты. Конечно, вот это вот, ребят, крепление, если честно, полная херня. Мне кажется, его не хватит там на длину этого крепления. То есть надо, короче, покупать, будет, какую-то железную палку там на трубу ставить, еще куда-то. Но пока что за неимением другого пробуем поставить этого. И вот не было болтов под вот эти вот отверстия, чтобы эту штуку закрепить. То есть купив полный комплект и не имея там дополнительных каких-то болтов, винтов, вы не сможете эту штуку закрутить. Поэтому докупил вот такие вот, ну, как-то винты такие называются. Какие-то винты-саморезы, короче, прикольные. Будем пробовать ставить на них вот на вот эту штуку пока что. Потом, соответственно, поменяем место расположения, когда купим нормальную палку. В общем, максимум, что я смог вылить с этого отстойного крепления, это вот так вот закрепить. Если высоко на крыше закреплять, на такую фигню, то, блин, вообще держаться ничего не будет. Поэтому однозначно вот эта вот штука фигня, хотя, может, я неправильно закрепил, напишите в комментариях, но эту палку будем покупать новую, чтобы поставить высоко. То есть будем ее менять. Так, перед тем, как собирать модем и роутер, там, этот, флешку, в общем, все это оборудование, чтобы присоединить к антене и затестить, проверим сначала мегафоновский роутер, который купил вместе с симкой. Окей, за тариф там 1200 какой-то интернет, ну, что-то не очень. Мне кажется, тариф нужно безлимитный где-то надыбать. Но, в общем, сейчас тестируем просто роутер с сим-картой Мегафон здесь. Так, ребята, перед тем, как собирать вот этот роутер, который шел в комплекте, и все это подключать к антенне, давайте затестим мегафоновскую симку, которая шла вот с таким вот модемчиком. Вот как вот здесь в домике ловит мегафон. Видно, что связь какая-то синяя, то есть довольно-таки отстойная. Ну, и спид-тест пройдем вот этого роутера. Мне кажется, будет вообще полная фигня. Ну, даже коннектинга не идет. Разрешить. Ну, давай. Оп-оп-оп. О, нифига себе, даже хороший результат, слушайте. А неплохо этот роутер в мегафоновский ловит тут. Ну, это мне кажется, наверное, как-то... Ну, хотя связь все равно не зеленая, а синяя какая-то. Странно, что это значит. В общем, десяточка. И все. А входящая скорость... Ну, ладно. Ребята, я оказался максимально тупым. Я вчера, когда собирал модем, все это закидывал, боялся ничего не забыть. И взял не ту зарядку, вернее, питание от модема, от этого роутера. Это просто жесть. В итоге я сейчас гонял до города, 10 минут недалеко. И купил вот такое вот питание за 245 рублей. В Москве, я думаю, было бы намного дороже. Но хорошо, что оно есть. Иначе бы эксперимент с интернетом не удался. Так, и теперь самое основное оборудование. Это то, с помощью чего у нас будет интернет. Это вот такой вот модемчик. 4G Kinetic. Ну, я думаю, не самый лучший. Наверное, какое-то китайское барахло. Но, какое есть. Также вот в комплекте идет USB модем. Куда мы будем вставлять нашу сим-карту? Ребята, вставлять сим-карту нужно в этот модем. Сейчас я покажу как. Потому что я думал, что надо вставлять вот в эту башню длинную. И даже там немножко открыл, сняв герметика. Но там модема не оказалось. В общем, я сильно ступил. Поэтому будьте внимательны. Зарядное устройство от нашего Wi-Fi роутера. Что там такое. И проводок такой интересный. RG45 такой тоненький. Сейчас, в общем, покажу все нюансы. Поскольку я уже дома подключал. И разбирался где-то, сидел час-полтора. Пока разобрался, как вот это вот просто включить. И чтобы на этом был интернет. Так, открываем вот эту штуку. Вот. Открывается такая штука. И куда здесь вставлять сим-карту, я вообще, если честно, сразу не понял. Но потом я разобрался, что вот сюда вроде бы как. Но какой разъем должен быть там маленькая сим-карта, мини, большая. Тоже не сразу понял. И вставлял мелкую, и нифига не работало. Но сим-карта вставляется вот так вот. В самом таком большом переходнике, который также будет идти в комплекте. Мы нашу сим-карту вставляем вот таким вот образом. Аккуратненько. С этим переходничком. Оп. До конца. Вот так вот щелкнули. Все. Вставили. Сим-карта стоит. И вот такой вариант будет работать. Я вообще пихал по-разному. Чуть, наверное, сим-карту не сломал. Благо, где-то нашел в интернете картинку, которая помогла мне сделать вот такое простое действие. Так, все. Подключили мы роутер и флешку модем. Вставили сим-карту. Сейчас будем без подключения к антенне-усилителя тестировать скорость. Мне кажется, она будет очень низкая. Еще один нюанс, ребята. Я когда сначала все это подключил, я не мог войти в интернет. Нифига не работало. Оказывается, на этом вот роутере, модеме нужно зайти на сайт mykinetic.com или ru. Есть в инструкции. Там пройти авторизацию. И только после этого появится интернет. Не знаю, что это такая за фишка. Но когда я приехал сюда, мне здесь тоже нужно было зайти в личный кабинет, чтобы появился интернет. Ну, в общем, будем с этим разбираться. А сейчас тестируем этот модемчик. Так, тестируем также на TU IP.ru. Так, пошел тест. Пинг ужасный. 73. Ну, мне кажется, высоковатый. Скорость хуже, чем на модеме мегафоновском. Входящая просто, вообще просто ужасная. 1,86. Ну, в общем, 2 мегабита в секунду. Но мне кажется, он, наверное, без усилителя так и работает слабенько. Здесь вся фишка именно в усилителе. Поэтому сейчас будем подключать усилители и смотреть. А исходящую... Ну, тоже измеряет. Но там тоже не больше, наверное, 2 мегабит в секунду будет. Да, с таким интернетом вообще печаль. Будет там что-либо делать, играть. В общем, вот такие вот показатели на кинетик без усилителя. 0,86 и 0,47. Просто ужас. В общем, вы сами видели показатели без усилителя на этом роутере, модеме, еще там флешки. Поэтому еще будем подключать провода и замерять скорость через усилитель. Надеюсь, там будет 100, 200, 300 мегабитов. Мы сможем качать 4К видео, смотрите, все такое. Ну, конечно, вряд ли, но посмотрим. Подключаем все это дело. С проводами есть одна фишка. В комплекте провода идут не усеченные, а полностью закрывают вот эту вот жилу, сердцевину. Не знаю, из чего она сделана. Поэтому я дома заранее канцелярским ножом срезал этот пластик, обжимку. И подлиннее оставил сердцевину, чтобы она смогла войти вот в этот контакт. Иначе, ну, иначе никакого контакта не будет и ничего работать не будет. Тоже, кстати, могли бы уже за такую цену, они бы это сделать и сами. А с уличной стороны все довольно-таки просто. Там как раз-таки все уголено, видна сердцевина, и все отлично входит и закручивается. Тут с этой стороной проблем вообще нет никаких. Так, в общем, получилась вот такая вот схема. Провода, вот такую вот флешечку USB модем, этот в роутер. Идут такие провода, которые потом красивенько все, когда уже будем окончательно делать, запакуем, развесим. И все это вот идет в нашу антенну. Ну что, тестируем с усилителем. Ну, пинг уже получше стал. 43. О-о-о, ну, входящая скорость все равно печальная. Три. Три. Еще и хуже, чем у модема мегафоновского. Три-четыре. Ну, четыре максимум поймал. Да, что-то... Не усиляет-то. Ну, по крайней мере, там, где я поставил. Исходящие как не было, так и нет. Ну, хоть какие-нибудь цифры покажи-то, а? Короче, печально. Вот такие вот показатели показалось в том месте, где я повесил тарелку. Но мне кажется, если тарелку покрутить, направить на вышку более точно, то должно быть получше. Ну, в принципе, сейчас можем это попробовать. Фу, ну что, ребята. Повозился я с этой малышкой, походил. Конечно, по-хорошему, я думаю, надо ее поднимать на крышу каким-то образом. Либо там какой-то жезл ставить палку, чтобы она ловила высоко. Потому что где-то проблески интернета есть, но больше десятки мегабит входящую вообще не выдавало. Я с роутером мегафона походил. Он и то показывал на местной 15. То есть роутер от мегафона, модемчик, бьет лучше, чем вот эта вот тарелочка. Но, возможно, она лучше работает на высоте. То есть надо ставить высоко. Но ловник небольшой, поэтому, не знаю, максимум на чердак смогу ее сделать, поставить. Но этим буду уже заниматься по весне, когда потеплеет. Сейчас времени нету, холодно. Да и материала соответствующий нет. Ну, в общем, вот так вот получается, что. 21 век, а у меня в деревне херовый интернет. Нет, в 1С я смогу там поработать. Ютубчик хорошо работает. Но вот в 4К видосы там позаливать, там покачать, посмотреть. Или в дотку сыграть, там на виде кому-нибудь разнести. Это, наверное, пока что вряд ли с таким интернетом. Но, повторюсь, по весне будем улучшать все это дело. Более плотно заниматься. А пока протестировали вот эту вот антенку-усилитель, пока ничего хорошего сказать не могу. Такого эффекта, как нам обещали, что вот, поставишь ее, будет бить нереально там с земли, не с земли. Пока же такого эффекта нет. И ловит она не очень. Но, я думаю, просто надо искать хорошее место и ставить ее повыше, поднимать над землей. В общем, все, ребята, пока оставляем это все дело здесь. Едем в Москву, где хороший интернет, где можно делать все, что угодно. А здесь продолжим наш эксперимент с интернетом. Кстати, напишите в комментариях, ну, кто там живет, многие смотрят, у них тоже не очень интернет. Как вы решали проблему с интернетом, там у себя в городе, в деревне, в селе, да не важно где. Как вы улучшали интернет с помощью этих средств. А пока что, ну, не то, что не могу советовать эту штуку. Но, я думаю, даже если высоко ее поднять, прям вау, супер-мегаэффекта не будет. Хотя вышка находится недалеко, здесь 2 километра вышка, 3 километра. Может быть, ее нельзя использовать на таких близких расстояниях, я не знаю. Но, будем разбираться, но пока что результаты не радуют. Все, ребята, я поехал домой. Ну, как домой, это мой дом. А я поехал в Москву на съемную хату там работать, пилить контентик, снимать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Будет много классных вещей у меня на канале. С вами был Дэн на канале Уикенда Дэна. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...